Семья. Место силы, источник любви, поддержка. Но кто поможет семье в решении ежедневных задач или в трудных жизненных ситуациях? О мерах государственной поддержки российских семей расскажем в цикле программ «Семье в помощь». С вами Инна Румянцева. Здравствуйте. И тема сегодняшнего выпуска – социальная поддержка семей с детьми, в том числе многодетных. Всем известно, что семьи с детьми могут рассчитывать на ряд выплат и льгот. Но есть важные нюансы, о которых мы с вами можем и не знать. Скажем, какая помощь оказывается студенческим семьям с детьми? Как реализовать единовременную выплату семейный капитал? Что такое проект «Круг заботы» и кого охватывает он своим вниманием? На эти другие вопросы ответит наш эксперт, исполняющий обязанности руководителя Управления организации социальных выплат Департамента организации соцзащиты населения Минсоцдемографии Самарской области Ольга Титова. Ольга Александровна, здравствуйте. Ольга Александровна, расскажите в целом о системе мер социальной поддержки семей с детьми. Добрый день. Здравствуйте. Ну, у нас достаточно широкий спектр мер социальной поддержки. Складывалась система социальной поддержки семей с детьми не один десяток лет. И самые крупные, самые такие значимые меры как раз-таки начали выводиться в начале, в 2013 году. Если вот напомнить, то первая была крупная мера социальной поддержки выплаты на третьего и последующих детей. Ее размер на уровне величины прожеченного минимума был и предоставлялась она достаточно практически всем многодетным семьям, потому что критерий нуждаемости был две величины прожеченного минимума. Далее в 2018 году была введена так называемая в народе называют ее путинская выплата, да? Это выплата в связи с рождением первого ребенка. И также и уровень, и размер ее составлял величину прожеченного минимума. Предоставлялась она практически также всем семьям. И доход также двухкратная величина прожеченного минимума. Учитывался. Далее в 2020 году вводится выплата на детей в возрасте от трех до семи лет. Следующий как бы шаг был и такая же выплата на уровне величины прожеченного минимума, но в 2021 году немного изменился критерий. И эта выплата стала предоставляться на основе критерий, в том числе, имущественная оценка, то есть имущественная обеспеченность семей, доход граждан учитывался и, соответственно, занятость родителей, то есть работают они, не работают, изменяют официальный доход или нет. Следующим этапом уже в 2022 году была введена выплата на детей в возрасте от восьми до семнадцати лет. И вот таким образом, сложив вот эту вот линейку поддержки семей с детьми в возрасте от нуля до семнадцати лет, она в результате превратилась в единое пособие, которое на сегодняшний день представляется как беременным женщинам, так и на детей в возрасте от нуля и до семнадцати лет, то есть шестнадцать лет включительно. Важным здесь необходимо отметить, что вот эта выплата также предоставляется, говорю, на основе комплексной оценки семьи, то есть здесь учитывается не только доходы семьи, официальные доходы, естественно, но и их имущественная обеспеченность, то есть наличие у них квартир, транспортных средств, земельных участков и также занятость родителей. То есть, допустим, если родитель трудоспособного возраста не работает без уважительных причин, то эту выплату он не получит. Но тем самым, я так понимаю, все-таки это стимулирует людей трудоустраиваться, соответственно, получать официальный доход и получать эту выплату. Надо обязательно сказать, что вот эта выплата на территории Российской Федерации всей предоставляется. Ее размер, конечно, разнится от регионов, потому что уровень величины проживательного минимума в разных регионах разный. Самое главное, что эта выплата предоставляется на условиях софинансирования. Часть это финансирование из федерального бюджета и все-таки самая основная часть это региональный бюджет также. С 2017 года объем средств на финансирование, в том числе из федеральных средств и из региональных, вырос в семь раз. И на сегодняшний день, в 2024 году, он составляет почти 50 миллионов рублей в год. Большие средства предоставляются именно на меры социальной поддержки здесь, есть и региональные. Если интересуют, какие региональные, я готова ответить. Конечно, об этом мы тоже поговорим. Вот и расскажите, какие основные виды мер социальной поддержки семей с детьми действуют на территории Самарской области? Как раз речи пойдет о региональных выплатах и льготах. Да, у нас реализуется на территории Самарской области основной закон 122 ГД. В нем предусмотрен ряд мер социальной поддержки. Эти меры были в свое время, ну, закон еще действует с 1 января 2005 года. И, само собой, в него постоянно вносились дополнения, изменения. Основная мера – это ежемесячное пособие. Размер его невелик, но от 200 до 660 рублей. Предоставляется малоимущим семьям с детьми в возрасте от 0 до 16 лет. При этом, надо сказать, что выплата предоставляется при условии, если человек не получает единое пособие. Если семья не получает. Но в то же время, если, например, у семьи доходов нет, но в то же время есть несколько жилых помещений, из-за которого право на единое пособие он утрачивает, он может обратиться за нашей мерой. Дальше. Я остановлюсь на таких мерах, которые более-менее значимы на территории региона. Вот, например, с 2020 года у нас предоставляется, проводится акция «Подарок новорожденному». Таким образом, женщина при выписке из роддома, родившая первого ребенка, получает замечательный подарок. Замечательный подарок. Там находятся товары как раз-таки на детей, вот только что родившихся. На сегодняшний день уже сумма, на которую приобретаются эти товары, более 15 тысяч. Но это очень приятно, когда при выписке из роддома женщине, родившей первого ребенка, вот всего за эти годы было выдано 40 тысяч подарков. Ну, в течение года где-то около 9 тысяч подарков мы выдаем. Но это приятно, конечно. Очень приятно, да. На территории нашего региона есть такая мера в соцподдержке, как единовременная выплата с рождением близнецов. Если это двое близнецов родились, то 50 тысяч, если трое не родилось, то 350 тысяч. У нас около 200 семей каждый год вот такие выплаты получают. Я знаю, что существует пособие на детей от полутора до трех лет, которые не посещают детские садики. Вот об этом расскажите, пожалуйста. Да, да. Такая мера у нас была введена, надо сказать, еще в 2007 году, когда только началась реформа, когда только на федеральном уровне был введен материнский капитал. Мы тоже пытались более эффективно вводить, так сказать, наши меры соцподдержки, и возникла необходимость предоставления вот таким вот мамам и родителям меры соцподдержки на детей в возрасте от полутора до трех лет, потому как не было много ясерных групп, и, естественно, родители вынуждены были сидеть с детьми до трех лет, а в этот период пособие по уходу за ребенком уже не предоставляется федеральное. Поэтому, да, у нас есть такая мера соцподдержки, она зависит от количества детей. На первого ребенка ее размер тысяча рублей, на второго ребенка полторы тысячи, и на третьего две тысячи. Она выплачивается ежемесячно, ну, естественно, на тот период, вот, если ребенок не посещает дошкольную образовательную организацию. А вот ежегодно единовременное пособие на ребенка к началу учебного года существует? Да, есть такое пособие, единовременное ежегодное пособие к началу учебного года. Для малоимущих семей его размер невелик на ручечке, это 200 рублей. Вот, но для многодетных семей, для родителей инвалидов, для опекунов, опекителей, это размер тысячи рублей мы предоставляем каждый год. Да, эту выплату за ней надо обращаться как раз в учебное время, начиная с сентября, и шесть месяцев у нас есть время для того, чтобы ее оформить, эту выплату. Ну, вот сейчас малыши вроде бы вообще питаются в школе бесплатно, да? Да. А предусмотрено ведь еще и пособие на питание детей и какая-то компенсация части родительских затрат. Вот об этом. На посещение детей дошкольных образовательных организаций предоставляется компенсация платы родительской. Размер ее также зависит от количества детей. То есть 20% компенсируется родителям, у которых один ребенок, 50% родителям, у которых двое детей, и 70% родителям, у которых трое и более детей. Что касается пособия на питание, там, да, предоставляется у нас пособие на питание, тоже на детей в малоимущих семьях, размер его 350, предоставляется на учебный год, то есть с августа по май. Но в этом случае для семей из многодетных, для многодетных семей, для детей, школьников из многодетных семей, размер его 700 этого пособия. Но здесь надо сказать, что у нас 1 апреля введена такая мера, в целях как раз в порядке реализации указа президента 63-го, введена такая мера, как вообще бесплатное питание для детей из многодетных семей. Но в то же время мы эту выплату оставляем, потому что ситуации различные бывают, если ребенок не может по различным причинам или просто не хочет питаться бесплатно в школе, то он будет получать тогда вот эту вот выплату в 700 рублей или 350. И это все набегает в очень приличные суммы, на самом деле. Хоть вы иногда и говорите, небольшая сумма, небольшая. Ну да, с меру по нитке, вот получается, тут небольшая, там небольшая, и общий такой пакет помощи набирается очень солидный. Ну теперь давайте о помощи студенческим семьям с детьми. Вообще тема такая интересная. Да, тема интересная. И студенческая семья для нас важна в плане стимулирования, да, в этих семьях, чтобы они рождались в них дети. Не забывали о том, что семьи осознаны. Да, что нужно, да, иметь детей. И когда начался национальный проект «Демография», да, была введена такая мера судподдержки, как доплата к нашим вот этим выплатам, то есть пособия на детей в студенческих семьях. Да, она предоставляется тоже так малоимущим семьям, но мы понимаем, что студенты, они, конечно же, все невысоко оплачиваемые, и не все из них получаются студенческие стипендии и социальные стипендии, поэтому размер ее был ранее 3 тысячи, а на сегодняшний день это 5 тысяч рублей пособия студенческой семье. Ежемесячная. Ежемесячная. Да, 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 ежемесячная. В нашем регионе еще какие-то выплаты действуют? Конечно, действуют. Значит, у нас... Вот вы говорили, пособие при рождении близнецов. Да. Можете сказать вообще на какую сумму вот этих выплат было осуществлено? Ну вот 200 семей получили. Это вот за какой год? Это в... Ну, ежегодно примерно 200 семей. Накопилось. Накопилось вот это число. Каждый год примерно 200 семей получают. Ну, выделить сейчас сумму, конечно, не посчитаю, потому что... Ну, 200 семей, да. Кто-то получил 350, кто-то 50. Поэтому, конечно, 350 меньше, но мы надеемся на лучшее. Будем больше 350 тысяч. Мы готовы платить и большему количеству. Поэтому это радостное событие, когда сразу трое детей, сразу семья приобретает статус многодетной семьи. И, соответственно, там ряд дополнительных мер социальной поддержки тоже получают помимо этой единовременной выплаты. А вот выплата к Пасхе. Интересно очень, звучит интригующе, что это такое? Интригующе звучит, предоставляется, потому что именно в тот момент, когда празднуется в преддверии, так сказать, празднование воскресения нашего, Светлого Христова, выплата предназначена для многодетных семей с четырьмя и более детьми до 18 лет, несовершеннолетними. Это выплата просто как дополнительная мера соцподдержки именно многодетных семей, именно в период тогда, когда они должны праздновать Пасху. Но выплата предоставляется вне зависимости от принадлежности какой-либо региональной конфессии. То есть в любом случае все мусульмане и все остальные получат такую же выплату. Размер ее полторы тысячи на каждого ребенка. И каждый год? Каждый год. Так это просто щедро? Да, при этом практически она насначается в проактивном режиме, на основании тех сведений, которые есть уже у органов соцзащиты в отношении максимального количества многодетных семей, понятно, мерами соцподдержки пользуются. И единственная возможность обратиться те, которые, например, сейчас не получают ничего, никаких выплат, соответственно, у них есть право заявительно обратиться и получить эту выплату. Вообще, вот хорошо, что вы подняли эту тему про все эти выплаты и льготы. Они в основном носят заявительный характер? Конечно, заявительный характер. В основном заявительный характер. Ну, мы же не можем убедить человека, заставить человека получать ту или иную меру соцподдержки, которая ему в помощь. Поэтому характер заявительный, но вот с текущего года уже все законодательство приведено в соответствие и, собственно говоря, достаточно практически только заявления от человека. Ну, за исключением отдельных каких-то ситуаций, тогда, когда, например, ребенок рожден был в иностранном государстве и наши органы ЗАГС не обладают сведениями о его регистрации. А все основные сведения, сведения о доходах, сведения о наличии транспортных средств, сведения о регистрации, сведения все об актовых записях рождения брака, расторжения брака и так далее, все это запрашивается по системе жизненного взаимодействия в автоматизированном режиме, и человек эти сведения не предоставляет. То есть, в принципе, все облегчено. Облегчено, конечно, да. Региональный семейный капитал, у нас вот такое существует, и сумма серьезная 100 тысяч рублей, вроде бы так, да? Кто имеет право его получить? Ну, здесь тоже региональный капитал у нас был введен в конце 2011 года. Размер его 100 тысяч, носит он компенсационный характер, но в отличие от федерального капитала... Это который материнский известный. Который материнский, да, да. У нас больший спектр, так сказать, расходов по семи направлениям, в том числе можно потратить денежные средства на предупредение предметов первой необходимости до года ребенку, на ремонт, на покупку транспортного средства, на оплату ипотеки, на лечение, на образование. То есть там достаточно широкий спектр возможностей, причем обратиться за ним можно только один раз, но получить по разному направлению в пределах этих 100 тысяч, да. Там что-то потратили на предметы первой необходимости, что-то на образование, потратили деньги, пришли, получили компенсационную выплату. Да, да. Но здесь есть, конечно, кое-какие моменты, которые мы тоже планируем в ближайшее время решить, поскольку эта выплата носит компенсационный характер, мы обязательно от людей просим и подтверждение их трат. То есть это чеки, это договора различного оплаты. Поэтому вот мы будем решать этот вопрос, чтобы также минимизировать, так сказать, от людей лишнее предоставление каких-либо документов и чеков. Возможно, будут какие-то изменения в ближайшее время. Но пока нужно иметь в виду, что чеки на покупку и затраты нужно все-таки сохранить для того, чтобы получить вот такую помощь в 100 тысяч рублей. Это семьи, в которых рождены третьи или последующие дети. Она выдается пока один раз, на сегодняшний день так. Какие меры социальной поддержки приняты на территории нашего региона в связи с указом? Вы о нем упоминали, да, указом президента Российской Федерации о многодетных семьях. Да, самое главное, что, обязательно обращая на это внимание, на территории Самарской области все меры соцподдержки, которые приняты в рамках реализации указа, будут предоставляться и предоставляются вне зависимости от доходов граждан. Ну, сегодняшний день множество регионов приняли несколько другие решения, ну, пытаются сейчас переформулировать. Но вот у нас сразу было так принято. Какие же это меры основные, да? Во-первых, ну, раньше компенсация на расходы на оплату жилого помещения коммунальных услуг у нас предоставлялась. Но там ранее многодетным, но там была только компенсация на коммунальные услуги. В 63-м указе уже прописано, что должно быть и оплата жилого помещения, и найм. У нас на территории области была 50% компенсации, поэтому мы и распространили 50% компенсацию и на жилое помещение, и на коммунальные услуги. При этом в указе не менее 30%. То есть мы более выгодные условия приняли у себя. И ранее также действовала эта льгота бесплатное обеспечение детей в возрасте до 6 лет лекарственными препаратами, да, по рецептам врача. Как я уже сказала, бесплатное питание в образовательных организациях, ну, оно предоставляется аналогично той, которая уже предоставляется с 1 по 4 класс, да. Это органы Министерства здравоохранения, ой, образования. Далее, очень тоже важная и интересная мера, мы все-таки пытаемся в этом году ее реализовать, и реализовываем уже, это бесплатный проезд школьникам из многодетных семей. Именно школьникам. Да, по поводу питания, возвращаясь, питание бесплатное не только школьникам, но и студентам из среднепрофессиональных образовательных организаций. Это для многодетных семей? Для многодетных семей, да. Это очень важно. Мы тоже обращаем на это внимание, потому что ряд там профессиональных образовательных организаций обязаны обеспечить также, соответственно, либо бесплатное питание, либо какие-то компенсационные расходы. Компенсацию их расходов. И бесплатный проезд. То есть бесплатный проезд каким путем предоставляется мы, органы соцзащиты, предоставляем на каждого школьника из многодетной семьи социальную карту. Школьника из многодетной семьи. И по этой карте этот школьник ездит на любом транспорте городском, наземном, электрическом, подземном электрическом. То есть, своими словами, автобус, троллейбус, трамвай, метро. И пригородные сообщения. Здесь, конечно, сложности есть в самой организации проезда, потому что есть некоторые пригородные маршруты, где только частные перевозчики, собственно говоря, везде так. Но должны проводить бесплатно. То есть, ну, если я просто могу обратиться к жителям, если будут какие-то вопросы, что не возят ребенка, пожалуйста, обращайтесь. Мы обязательно этот вопрос постараемся урегулировать. То есть, конечно же, говорю, сложности с частными компаниями, те, которые не зарегистрированы и, соответственно, не получают никаких субвенций из областного бюджета транспортной организации. Поэтому здесь с ними сложность. Но, с другой стороны, обещали, что будут все равно провозить. Надеемся на это. То есть, если какие-то сложности, нужно обращаться, и все решается в частном порядке. Конечно, да, да. Ну, невозможно это, особенно в зимнее время, конечно, если ребенка будут, не повезут. Ну, конечно. Это очень социально опасно. Это может быть все, что угодно. Следующая значительная выплата, ну, самая высокая, во всяком случае, точно в нашем округе, в Приволжском федеральном округе, это предоставление ежегодной денежной выплаты на каждого ребенка, школьника, который обучается в школах, на приобретение одежды и спортивной формы, школьной формы и спортивной формы в размере 11 тысяч рублей. Вот такие меры. Есть еще дополнительные. Стоит, наверное, тоже по них озвучить. А их озвучить, потому что они были тоже приняты, может быть, как дополнительные меры именно многодетных семей. Вот мы говорим о том, что это единовременная выплата на газификацию домовладения, размер ее 201 тысяч рублей. На газификацию домовладения. На газификацию. Да, да, да. Многодетные семьи могут воспользоваться. Многодетные семьи в том числе могут воспользоваться еще и семьи просто с детьми. Но в этом случае они должны быть получателями наших мер соцподдержки, то есть быть малоимущими. Стоит в реестре наши малоимущие. Дальше. Льгота по уплате транспортного налога. Сейчас поясню. Здесь ситуация интересная. Ранее многодетные семьи пользовались уже льготой по уплате транспортного налога в том плане, что они были освобождены от уплаты транспортного налога на транспортное средство до 110 лошадиных сил. Ну, понятно, мир не стоит на месте. Транспортное средство у нас до 110 лошадиных сил не так много. Поэтому вот с этого года введена для многодетных семей дополнительная мера на транспортное средство от 110 лошадиных сил до 200. Будет предоставляться при уплате им налога фиксированная денежная выплата. То есть они будут налог уплачивать со скидкой за минусом этой выплаты. Это выплата в 2640 рублей. То есть пришел налог на 5000, минус 2640, заплатили остатки налога. И еще одна мера соцподдержки, конечно, она введена только недавно. Посмотрим, как она будет работать, и будет ли она востребованной. И никто не мешает нам, так сказать, в какие-то другие формы и методы применять или распространять на более широкий спектр людей. Это выплата 250 тысяч взамен земельного участка. На сегодняшний день она предоставляется только тем многодетным семьям, которые стоят в очереди как нуждающиеся на жилищное помещение, на жилое помещение и стоят в очереди как нуждающиеся на землю. Это выплата, конечно, не прямого характера, не будет предоставляться непосредственно человеку, но в то же время, если он хоть чуть-чуть улучшил свои условия, приобрел какое-то дополнительное жилое помещение, не в пределах этой суммы, например, то, значит, эта сумма будет ему перечисляться. Но в дальнейшем, опять же говорю, есть куда расти, есть куда смотреть, и не останавливаемся на этом. Ольга Александровна, буквально у нас 5 минут остается до конца программы, а хотелось бы все-таки услышать о дополнительных выплатах для семей с детьми и инвалидами, и, конечно, хотя бы немного, чтобы вы рассказали нам о проекте «Круг заботы», который тоже затрагивает интересы семей с детьми и инвалидами. Пожалуйста. Хорошо, значит, я быстро скажу. У нас есть на территории Самарской области действует дополнительная мера социальной поддержки, она также дополнительная в размере 1000 рублей тому лицу, который осуществляет уход за ребенком-инвалидом. Но здесь надо сказать, почему она дополнительная. Мало того, человек получает пенсию по инвалидности за ребенка, из федерального бюджета, в соответствии с указом президента, получает 10 тысяч, и вот к этим 10 тысячам на территории Самарской области мы предоставляем еще тысячу в случае, если это семья малоимущая. Это вот наша региональная выплаты? Наша региональная, региональный бюджет. Ну, как дополнительная мера. Что касается проекта «Круг заботы», этот проект — это комплексное социальное сопровождение семей, в которых воспитываются дети-инвалиды. Изначально была выбрана категория детей в возрасте до 7 лет, а вот с июня 2024 года уже возраст повышен, расширен, уже стал до 18 лет. Пилотными территориями были у нас на территории Самары, это Красноглинский район и Сызрань, городской округ Сызрань. С июня уже в проект включены и Восточный округ, Поволжский округ, ну, много, Юг-Западный. То есть разрастается. Разрастается. Сейчас на социальном сопровождении находится около 700 семей. Что это вообще означает? Это помощь во всем. То есть есть социальные кураторы, которые, если видят, что есть такая семья с ребенком-инвалидом, которая нуждается в социальном сопровождении, он ее берет под свое крыло. Любые вопросы, связанные с предоставлением мер соцподдержки, с какой-то психологической помощью, дополнительными там какими-то мерами соцподдержки, юридической помощью. Вот этот социальный координатор берет под свое крыло эту семью и ведет ее дальше по жизни, помогает в том числе... Ну, ребенок-инвалид — это особая категория людей. Понятно, что семье тяжело с ним справляться, в том числе и с обучением, как вести себя, то есть психологическая какая-то помощь. Поэтому вот здесь надеемся на то, что мы распространим этот топ-натий на всю территорию Самарской области, ну, и немножко, так сказать, улучшим, наверное, положение, что ли, этих семей моральных, их дух поднимем, повысим. Я в этом не сомневаюсь, потому что индивидуальный социальный агент и составляется индивидуальный маршрут помощи, так называемый. Конечно, это очень важно. Наверное, можно было бы еще поговорить об этом. Единственное, скажу, что если возникнут вопросы по всем этим видам выплат, льгот, куда можно людям обратиться за какими-то разъяснениями? Ну, давайте так. У нас есть сайт Министерства, Министерства социально-демографической и семейной политики, коротко, Минсотдем. Набирайте, официальная страничка на сайте, есть горячий телефон, телефон на горячей линии, есть телефон контакт-центра. Что касается мер соцподдержки, там прям отдельной красной строкой есть меры социальной поддержки семьи с детьми. И все, что у нас на территории Самарской области и за счет федерального бюджета предоставляется, там прям очень хорошая презентация. Она актуальная на сегодняшний день, там все цифры правильные. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. Есть еще социальный портал Министерства. Ну, первое, конечно, официальный сайт. Можно найти, но, естественно, на этом же сайте размещены телефоны горячей линии всех органов соцзащиты населения. Я вот забыла сказать о том, что все заявления у нас можно подать либо через портал Госуслуг, либо через наш социальный портал. То есть те меры социальной поддержки, которые невозможны через Госуслуги, их можно подпадать через социальный портал. То есть информационно всегда готовы. Контакт центра телефона есть, любой вопрос. Принять, помочь и объяснить. Конечно. Время программы, к сожалению, подошло к концу. Напомню, сегодня нашим экспертом была исполняющая обязанности руководителя управления организацией социальных выплат Департамента организации соцзащиты населения Минсоцдемографии Самарской области Ольга Титова. Благодарю вас за беседу, Ольга Александровна. Наша информация, надеюсь, пойдет каждой семье в помощь. На этом у меня все. Благополучия вашему дому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова